Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем размышлять над ежедневными апостольскими отрывками вместе с Церковью. И сегодня, вторник, 29 декабря, мы с вами прочитаем отрывок из послания апостола Павла к евреям, в начале 12 главу с 25 по 26 стихи, и потом 13 главу с 22 по 25 стихи. Вот как звучит этот отрывок на русском языке. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушавшие глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголящего с небес, которого глаз тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание. Еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Прошу вас, братья, примите себе слово вещания. Я же немного и написал вам. «Знайте, что брат наш Тимофей освобожден, и я вместе с ним, если он скоро придет, увижу вас. Приветствуйте всех наставников ваших и всех святых, приветствуют вас итальйские. Благодать со всеми вами. Аминь». Мы видим, дорогие братья и сестры, что этот отрывок состоит из двух совершенно разных отрывков, разделенных практически целой главой. То есть это концовка 12-й главы, концовка 13-й главы, и в то же время концовка вообще всего послания. 13-й главой послание к евреям заканчивается. Поэтому между собой, конечно, эти отрывки мало связаны. Такое бывает иногда, что в некотором смысле нам усложняет задачу, потому что читать последовательно, где-то останавливаясь более подробно на каких-то стихах, а где-то, может быть, побыстрее читать, это возможно, если мы читали бы друг за другом. Если мы читаем вот так, как написано в календаре, то нам вот приходится соглашаться с этой разбивкой, ну и, соответственно, уже комментировать то, что мы прочитали в формате нашего с вами общения. Ну, тем не менее, вот первые два стиха, которые в 12-й главе, 25-й, 26-й, они дают нам еще для размышления определенную. Почитаем. Смотрите, не отвратитесь. Мы видим, что апостол Павел продолжает вот такие вот параллели предлагать нашему вниманию, говоря о том, что, конечно же, Новый Завет во Христе Иисусе превосходит Завет Ветхий. И он для этого ссылается на различные места из священного Писания Ветхого Завета. Вот потом заканчивает каким-то наставлением. Смотрите, вот 25-й стих он обращается. «Смотрите, не отвратитесь, и вы от говорящего. Если те, не послушавшие глаголовшего на земле, не избегали наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголящего с небес. То есть, если тогда, во времена Ветхого Завета, во времена дарования закона Моисеева, те, которые не послушали этого закона, да, то есть того, кто глагол на земле, не послушавших глаголовшего на земле, как здесь написано, ну, они получили наказание. То, говорит, тем более, если мы не послушаем того, кто говорит с неба, то есть Господа Иисуса Христа, то мы тем более получим сугубое наказание». И 26-й стих, «Которого глаз тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание, еще раз поколеблю не только землю, но и небо». Это цитата из книги пророка Аггея, 2-я глава, 7-й стих, где, согласно толкователям, имеется в виду как раз эпизод дарования закона Моисею, которое сопровождалось различными стихийными такими природными особенностями. И вот как раз здесь об этом написано еще раз «поколеблю не только землю, но и небо». То есть, если тогда все было связано только лишь с природными какими-то явлениями, то есть была поколеблена земля, то вот еще раз поколеблю уже и небо, говорит Господь. Ну, для того, чтобы нам все-таки немножечко завершить этот отрывок с точки зрения смысла, содержания, мы с вами прочитаем 12-ю главу до конца, чтобы все-таки как-то мысль была закончена. Смотрите, 27-й стих, «Слова еще раз означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. И так мы, приемляя царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий». Ну, вот апостол Павел делает вывод из своего наставления, из своей мысли, что вот эти слова еще раз, которые взяты из книги пророка Аггея, означают «изменение колеблемого, как сотворенного». То есть, что действительно закон Моисея – это все-таки и та религиозность, которая разъездилась на этом законе, она была приходящей, она была колебимой, ее можно было, возможно, поколебать. И вот когда говорится Богом через пророка, что «да, сейчас дан закон, и я поколебал землю, но придет время, поколеблю и небо». То есть, вот эта ветхая будет поколеблена, она будет сдвинута в сторону, она отойдет в прошлое и прибудет непоколебимое. И вот в 28 стихе «Итак мы приемля царство непоколебимое, то есть уже царство Божие, новозаветное, Христово, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий». Это тоже цитата из Ветхого Завета, книга «Второзаконие», 4 глава, 24 стих. Очень красивые слова, которые говорят о том, что действительно Бог наш есть огонь поедающий. То есть, если мы приближаемся к Богу, и при этом мы не готовы, нечисты, то этот огонь божественный, он может попалить, как мы говорим даже в молитвах наших, терния нашей души, нашего сознания. Когда мы причащаемся, мы тоже всегда метафорически говорим о том, что мы принимаем огонь божественный и просим, чтобы этот огонь попалил наши грехи, но не уничтожил нас самих, а преобразил, осветил изнутри все наши помышления, все наши тайные уголки всего нашего существа. Поэтому здесь вот эта мысль апостола Павла и его цитата из пророка Агеи, она имела именно своей целью попытку еще раз дать возможность задуматься тому, кому он пишет о том, что действительно новое царство непоколебимое, оно, конечно же, гораздо выше, и нужно стремиться уже к нему, как вот в одном из посланий сказано, забывая заднее, то есть забывая то, что уже пройдено, и устремляясь всем сердцем к тому, что ожидает нас впереди. Ну, а вторая часть нашего сегодняшнего отрывка – это просто концовка послания, где, по большому счету, такой большой смысл нагрузки нет, просто прощания апостола Павла, приветствия, пожелания благодати. То есть мы видим, что послание к евреям начинается не как послание, не согласно формуляру, но заканчивается все-таки более привычным для послания образом, где есть благопожелания, приветствия и, конечно же, не с посылания благодати адресату. Напомню, дорогие братья и сестры, что мы с вами сегодня читали отрывок из послания апостола Павла к евреям, в начале 12 главу с 25 по 26 стихи, и потом 13 главу с 22 по 25 стихи. Также напоминаю о необходимости для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, потому что в нем заключены великая отрада и утешение, и наставление. Храни вас всех, Господь! Господи, Господь наш, Я хочу на имя Твое по всей земли, Я хочу взяться в великолепие Твое Превыше небес. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...